Все равно по-прежнему, несмотря на все изменения в обществе, изменения на рамках, в чем угодно, в экономике страны и мира, все равно вот мужчина должен, мужчина должен, знаете, вот мужчина все время, он должен быть кормительцем, он должен работать, там женщина может выбирать себе модель поведения, мужчина обязательно должен, а то, что, ну бывает же так в жизни, что женщина гораздо успешнее в карьере, мужик может сидеть дома или не может, он может вести хозяйство. Вот давайте здесь застрим, судя по смс-кам, вот насколько я понимаю, по вашим посланиям, да и сама, в общем-то, чувствую, мы же все живем все вместе, да, в одной стране, мы общество этой страны, у нас это, на мой взгляд, все-таки не прижилось, да, наверняка вы сейчас позвоните, напишите, расскажите, что там у моей знакомой, у вас лично лень зарабатывает она, а на вашу работу выполняет муж, и вот так они как-то и существуют равновесно и нормально. Но у меня ощущение, что у нас, в нашем современном российском обществе, эта модель пока не вырывает симпатий, и если у кого-то это происходит, то люди стремятся изменить ситуацию при первой же возможности, мне так кажется. Вот давайте вот в эту сторону уйдем от той новости, которую мы обсуждали несколько минут назад, да, мужчина-домохозяйка, это наш вариант, у нас это нормально, вы посмотрите косо на тех, у кого так, вот таким образом. Потому что вот Андрей же из Москвы пишет, женщины навсегда так, женщины нас мужиками называют, когда есть что оторвать, а как гол, как сокол, так сразу козлами становимся. Так, мы слушаем звонок, Максим, пожалуйста, говорите, здравствуйте. Здравствуйте, Джанин. Пожалуйста. Как-то две симы перекликаются, которая была у нас до этого и сейчас, да. Я, наверное, все-таки, пожалею женщину, потому что все-таки она трезвая, и я так понял, что у нее остались дети. А можно по трезвости вот это все совершать? Ну, наверное, опьянело от того, как бы, постоянно смотреть на мужа и уже, как бы, немножко более для себя, потому что все-таки надо оберегать детей от этого, наверное. А вот по поводу такого поворота, который мы вот сейчас, Максим, вот по поводу мужчина-домохозяйка, честно, вы принимаете такую модель? Ну, конечно, принимаю, потому что вижу, надо таких мужчин, которые, ну, ни письма, в принципе, вообще нет, она может быть не работает. В другом программе про других стараемся не говорить, мы каждый про себя. Вы принимаете? Вот есть, я не знаю, к примеру, у меня трое, у меня трое детей, что она, я... А если ваша жена вдруг так серьезно прогринется, на какой-то талант у нее проявится, и пойдут ей деньги, и будет востребована на... Вы видите такой вариант для себя? Она полностью не встречается. Я не говорю, что значит, пусть... Нет, я просто хочу... Я просто хочу работать. Спасибо большое, спасибо большое за отправление. Владимир, пожалуйста. Добрый день. Добрый день. Добрый, говорите. Например, что мне повезло. Мы с женой когда-то начинали вместе. Работали где попало и как попало по молодости. Потом вместе заработали на какой-то бизнес. Кажется, жен... У нас в ближайшее время новости. Куртка. Реклама. Новый взгляд на привычный юридик. На сайте Альфа-банка. Интернет эквайринг. Для взаиморасчетов с меткой юридиками. Теперь без ограничений операций. Куртка. Даже очень маленькое агентство теперь мучает обслужить очень большого клиента. И получается, что он стать большим. Сервис агентки кратежей Альфа-банка как бизнес-драйвер. Мы технологии с Денисом Сапсоном. На этой неделе, безусловно, на бизнес-фм. Вась, поднимай. Какая у вас цена за сегодня? Куртка. Мерседес-бенз, идея, утилизация. Мы машины рисуем, а не цены. Мерседес-бенз, спринтер-классик, бенефит. Переход. Присуем наши цены. Форкман, спринтер-классик, по специальной цене. 1 миллион 34 тысячи 100 рублей. В программе 9-10 рублей. Я пустую субботу. Женщик, прием не надо. Когда же это закончится? В конце июля. Но не факт. Телефон рекламной службы. Бизнес-фм-санк в Петербурге. 7,4. Плесал. Война 1812 года легла непомерной ножкой на косу Российской империи. Вопросы финансовой в армии тогда решал и Егор Францевич Конкрин. Генерал-майор, а чуть позже генерал-лейтенант. Не заметить его успехов было невозможно.